Добрый день! Сегодня мы рассмотрим самый большой серийный кубоид, он самый многослойный, 3х3х17 от компании VitaDen. В этой серии уже выходили головоломки 3х3х10, на 11, на 13, на 15 и вот на 17. Каждое из них было в двух версиях. Коробочка на этот раз уникальная, помним, что не во всех это было так. 3х3х17, выпускается версия из цветного пластика, черного как у меня, и еще такой полупрозрачный розовато-красный пластик, тоже со стикерами. По материалу есть три версии, вот здесь кстати нарисованы еще в белом пластике, но я в продаже такого не видел. Видел только черный, прозрачный и цветной. Ну возможно где-то кто видел и в белом. По функционалу есть две версии, давайте завлечем, открывается сзади как и у всех. Удобный бокс, в этой коробочке можно и хранить головоломку, чтобы не пылилась. И все видно, и занимает немного места. Сам кубоид, это версия первая, где 17 слоев, все расположены одинаково. Напомню, что на версии второй, три слоя повернуты на 90 градусов, ну и средний центр становится крупным. Это 3х3х11 версия 2. Но покупать вторую версию для более крупных кубоидов 13, 15 и 17 слоев я не стал, так как собираются они идентично, но вращаются уже гораздо хуже. 3х3х17 у меня уже несколько месяцев, я его постепенно крутил, разрабатывал. Помню, что два предыдущих экземпляра у меня рассыпались во время первых сборок, здесь я был наиболее аккуратен. Для тех, кто пропустил мое видео по предыдущим, головоломка этой серии я в описании оставлю ссылки на анбоксинге. Там я каждую головоломку перемешал, собрал и рассказал о ее особенностях. Здесь мы тоже не будем изменять традиции. Перемешаем, соберем и сделаем какие-то выводы. Для тех, кому скучно смотреть сборку, скажу сразу, что эта модель исключительно для тех, у кого уже все есть. Если вы хотите купить первый кубоид, то точно не 3х3х17. Это меняет форму. Вращать им можно, но аккуратно, может рассыпаться, я этого избежал, но не все такие терпеливые, как я. Стоимость в российских магазинах около 4000 рублей, что уже не очень разумно для головоломки такой сложности. А сложность ее не особо велика, просто много слоев. Поэтому покупать ее стоит либо от избытка средств, либо если у вас уже есть все возможные кубоиды, вам не хватает для того, чтобы пополнить коллекцию. В руках, конечно, уже внушительно выглядит здоровый параллепипед. Он размером примерно с 2 трешки, если поставить. Ну, 3х3х9 размером с трешку, если мы отделим 9 слоев, он будет примерно трешка. Ну, это 55,5 мм, как 57. И вот эти оставшиеся 8, как вторая трешка. Ну, был бы 3х3х18, было бы, наверное, ровно. Ну, компания VitaDen больше не стала, кроме десятки, выпускать четные кубоиды больших размеров. 3х3х6, 3х3х8 были старые еще много лет назад. Вот из этой же новой серии четный только один. Размер это 3х3х10, там тоже две версии, как у остальных. Пока я не слышал, чтобы планировались более крупные кубоиды. Интерес у людей к этой серии как-то поутих, поэтому я и не спешил публиковать, да и записывать это видео. Ну, наверное, время пришло. Я, скорее всего, каждый десятый анбоксинг буду посвящать кубоидам. То есть, это 310, 320, 330 и так далее. Материала много, но чтобы тема не надоедала, будем каждый десятый делать. Всю коллекцию кубоидов доставать я не буду, их около 50 штук. Вот один для сравнения, 3х3х11, насколько больше. Сейчас постепенно давайте переходить к перемешиванию, а потом и к сборке. Сначала тщательно перемешиваем тонкие слои. Все 17, и остальные движения делаем так, чтобы форма не менялась. То есть, вращаем вот эти движения R2, F2, неподобные, только на 180 градусов. Делав пару-тройку таких движений, опять перемешиваем тонкие слои. Ну и так, пока не надоест. Детальки цепляются, это нормально. Вращается не сильно хуже, чем 3х3х15, но, естественно, чуть потяжелее. Я взял из черного пластика, потому что на момент покупки другого не было. Сейчас доступны все остальные. Но, вот сколько я сборок сделал, с наклейками ничего не случилось. Выглядит кубоид хорошо. Так что, я не жалею в том, что выбрал именно такое исполнение. После того, как мы более-менее перемешали без изменения формы, переходим к перемешиванию с изменением. И вот на этом этапе я рекомендую быть очень аккуратным. Я первые несколько сборок, да почти все, делал без изменения формы. Ну, там принцип-то не сильно хитрый, но головонка притирается, пока вы собираете без этого. И вращается уже немного лучше. И как только вы готовы делать вот так, она уже как-то вращается поприятнее и меньше лакапит. Ну, я очень надеюсь, что сейчас при записи видео ничего не случится. Удалось мне избежать полного рассыпания. Однажды только в одной из последних сборок выпал желтый центр. Все вместе. Ну, обратно я вставил тот пачку элементов. И все, ничего страшного не было. Принцип сборки будет такой же, как и на всех подобных кубоидов. Здесь нет никаких крэйзи элементов. Так что, все достаточно просто. Я не буду в этой сборке разбирать все возможные ситуации. Просто покажу пример. В предыдущих видео по 3х3х11, 3х3х10 я это делал. По ссылкам в описании можете посмотреть. Ну, когда-нибудь я запишу и полноценное обучающее видео. Ну, начинаем с того, что собираем средний слой. У нас есть центр белый и желтый, который полноразмерный, квадратный. А остальные боковые, вот как такие полосочки. Можем для начала разместить их горизонтально, чтобы было на что-то похоже. Хотя этот этап не обязательный. Допустим, как-то вот так это выглядит. Ну, и дальше нужно между центров поставить нужные ребра. Между красным и синим нужно поставить синий-красные ребро. Оно, на удивление, вот здесь. С другой стороны просто разворачиваем на 180 градусов. Очень аккуратно. Так. Что-то выпало. Один элементик. Ну, вот такие вот элементы. Я сейчас покажу, откуда он. Это либо вот... Нет. Вот такой вот. Самый близкий к центру. Они выпадают часто. Даже не такой. Если бы вот этот центр был на три слоя разделен. Вот это крайний, рядом с центром. Помещаем его обратно. Это самая маленькая деталь. В этом кубовиде. С другой стороны выскочила еще. Здесь вот эти вот ребрышки тоже почему-то решили именно сейчас покинуть свои места. Поправляем еще и зеленые. Вот, вроде восстановили. Продолжаем дальше еще аккуратней, чем прежде. Так, ну вроде стабилизировал. Пока вылетели три элемента. Ну, вернее, вылетали два, но один дважды. Так что продолжаем. На чем мы остановились. Это мы вращали вот это ребро к синему центру. Чем ближе мы к тому, чтобы вернуть форму элементов, тем лучше головоломка вращается. Один элемент есть. Идем за остальными. Вот здесь сине-оранжевое ребро. Очень близко. Простыми движениями помещаем его вот сюда. Так. Вот, появилось еще одно ребро. Я сейчас максимально медленно это делаю, чтобы ничего не рассыпалось. Очень не хочется механически собирать. Сюда нужно зелено-красный и зелено-оранжевый элемент. Зелено-красный вижу. Давайте его и поставим. А вот, кстати, зелено-оранжевый. Так. Красный снизу. Поэтому подводим красную сторону. Так. Так. Чтобы ничего не цеплялось. Видим, как изгибаются элементы. Ну, как вы видите, сборка с изменением формы приносит удовольствия меньше, чем хотелось бы. Так. Вот этот именно слой, он самый сложный. Так. Вот она красно-зеленая на месте. И осталась зелено-оранжевая. Где-то оно было недалеко. Вот оно здесь. Значит, поднимаем вот эту сторону. Вставляем сюда ребро. И опускаем. Вот уже вращается получше. Так что сильно не пугайтесь. Мы собрали средний слой. Теперь нужно собрать кресты на верхней и нижней грани. Не важно, какого цвета. Видим, что здесь только три правильно-ориентированных ребра. Нужно добавить четвертая. Возьмем его отсюда. Чтобы не испортить средний слой. Делаем движение возвратное. Так. Так. Ну вот крест с одной стороны. Ну и здесь прям совсем точка. Пока вот это оставим уголки. Делаем крестик здесь. Ну, если на кубике три на три точка. Делаем палку-галку. Фронт. Не торопимся. Давайте. А до греха сделаю с другой стороны. Фронт. Тиф-паф. Здесь, в принципе, сразу видно, что цикляется. Главное, когда вы делаете алгоритм, не забыть, на каком ходе остановились. Вот. Фронт. Штрих. Получили галочку. И очень аккуратненько делаем галку. Фронт. Обратный пиф-паф. Я немного ошибся. Отмотал обратно. Вот у нас снова галка. Делаем через фронт обратный пиф-паф. Фронт. У. Р. У штрих. Р штрих. Ну и возвращаем фронт. Движение. Р штрих. Вот у нас здесь получился крестик. Здесь уголка не хватало. Здесь прям голый крест. Это грустно и жестоко. Делать много пиф-паф не хочется. Поэтому давайте сделаем рыбку. Поменьше движений. Нам нужно, чтобы хотя бы один тройной блок появился. Чтобы отправить его вниз. Так, проверяем. Средний слой на месте. Делаем рыбку. Р. У. Р штрих. У. Р. О. Р штрих. Так, у нас появился один уголок. Ну и сделаем рыбку, наверное, еще раз. Она нам соберет вот этот, вот этот. А этот не соберет. Р. У. Р штрих. У штрих. Р. Р. У. 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 Р штрих. Так, теперь опять сбился. Я случайно развернул вот это вот ребро. Сейчас поменяю. Ну и мы тут получили, на удивление, воздушный змей. И справилась ситуация внизу. Ну, наверное, к лучшему. Да, это же средний. Ну, цель была в чем? Сделать тройной блок и заменить здесь блок с одним неправильным элементом на вот этот тройной. Ну, я слегка ошибся за плохо вращающиеся головоломки и сделал лучше, чем было. А значит, мы можем с этой стороны дособирать. Я сделаю через две рыбки, на всякий случай, чтобы посреди алгоритма опять не зависнуть. Р, у, р штрих, у, р, у, р, у, 2, р штрих. Вот у нас получилась рыбка и сделаю ее слева. Л штрих, у штрих, л, у штрих, л штрих, у 2, л. И вот у нас уже с одной стороны головоломка правильно ориентирована. Осталось сделать с этой. Это вот такой вот ОЛЛ, воздушный змей. Попробую сделать в один алгоритм. Такой вот пиф-паф, M, и обратный пиф-паф. Посмотрим, что из этого получится. РВУ. Так, сделали РВУ. Дальше. Не так и просто. Р штрих. У штрих. Дальше мы делаем движение M. Тут пошло попроще. И обратный пиф-паф. У. Р. У штрих. Р штрих. И вот все самое страшное позади. Мы восстановили форму головоломки. И у нас собран средний слой. Дальше все пойдет гораздо легче. Шанс, что что-то вылетит, уже не так велик. Так что аккуратненько продолжаем собирать. Ну, я обычно начинаю с белой стороны и собираю все ребра. Есть ли у нас какое-то ребро здесь? Оранжевое. Красное. Где элементов побольше. Везде мало. Давайте красное начнем. Собираем все такие вот красные ребрышки. Какие найдем. Так, ну что мы нашли? Трех не хватает. Но их мы легко доберем. С этой стороны нам нужно второе, четвертое и пять, шесть, семь, седьмое. Второе есть, четвертое, вот и седьмое, седьмое, это предпоследнее получается, да? Да, предпоследнее. Значит, не это, а вот это. То есть, что я сделал? Я подставил их к красному центру. Сейчас вот так вот опущу. Объединю все это возле красного центра. Так, ну какие-то элементы продублировались. И верну обратно. Вот, получился красный столбик из ребер. Ну, так же делаем с остальными. Вижу здесь много синего. К сожалению, не настолько много. Опять не хватает. Так, ну здесь не хватает всего двух. Третий и получается четвертый, пятый, шестой. Третий и шестой элементы. Так, синие у нас вот здесь. Третий. Ага, а третий мы уже просто так не заберем. Надо вот так вот опускать. А вот третий и шестой есть. Мы опустим. Вот здесь вот их дособерем. И вернем. Да? Здесь у нас уже готов столбик, поэтому не можем все сразу. И только потом опустим место, где должно стоять синее ребро. Сюда его полностью вставим. И под ним. Два ребра есть. Продолжаем. Так, здесь какое оранжевое. Давайте попробуем собирать. Вот, четыре элемента есть. Еще два. Еще бы парочку. Но нет. Ага. Ну здесь вот они как раз и присутствуют. Два недостающих. Так что можем сразу запустить нужное место. Добавить. И вернуть. Третий есть. Ну и понятно, что здесь уже три слота заняты. Значит все необходимые для зеленого ребра элементы уже снизу у нас находятся. Поэтому проверяем, чтобы здесь их было не так много. Можно даже вообще убрать. Опускаем. И просто добрасываем сюда все, что не хватает. Так. Вот зеленое готово. То есть нехитрая процедура сборки креста. Ну крест мы собираем у половинку бойда. Дальше простыми тризыклами собираем углы. Перестановка будет у нас отсюда вот сюда. Цвет должен вот этот совпадать. А вот этот нет. Ну как у этого зелено-оранжевого элемента. Ищем ему компанию. Компании нет. Я собираю элементы только те, которые идут подряд. На нижележащие внимания пока не обращаю. Значит выберем другой цвет какой-нибудь. Здесь синий-оранжевый тоже нет. Красно-зеленый. На удивление нет. Так. А это уже не очень хорошо получается. У нас получается, что это единственный элемент, который у нас нужный на этом месте стоит. Можем кстати проверить. Возможно, да, вот как здесь пара элементов уже стоят на местах. Поэтому синий-красный нужно смотреть не вот здесь, а который еще ниже. Давайте проверим. Синий-красный. Но к сожалению их тут тоже нет. Ну что ж, не страшно. Начнем с того, что у нас тут получилось. Оранжевый-зеленый. И ниже этого элемента нужно поставить те элементы, которые здесь не нужны. Вообще не нужны на верхней половине куба с белой стороны. А не нужен там точно вот этот оранжево-синий. Если их много, ставим их. Так, три. Вот этот там точно нужен, поэтому его убираем. Но вот такой зелено-оранжевый наоборот, можем сюда поставить, если он есть. Вот он как раз. Таких вот много. И какой-нибудь желтый центр. То есть мы переставим один нужный элемент и сколько их, семь ненужных. Ну зато отсюда извлекутся какие-то полезные элементы. Ну не очень удачная ситуация, но что делать, так бывает. Делаем трицикл. R2. U-штрих. L2. U. R2. U-штрих. L2. U. Движением U я вращаюсь сразу в восемь слоев. И мы видим, вот этот элемент встал на свое место. Ну и с этого места что-то полезное должно было выйти. Давайте проверим. Ну для начала проверим, не вышел ли там зелено-оранжевый. Я не посмотрел заранее. Но вроде нет. Дальше. Здесь должен быть третий по счету синий-красный. И вот он. Три штуки. Три штуки есть. Неплохо. Значит, давайте с этого начнем. Вот этот тоже хороший. Так. А нет. Это наоборот ненужный. Они же такого цвета. Здесь все совпадает. Не отсюда. Вот отсюда надо было проверять. Раз, два. Вот на этом месте. Красно-синий. А нет. Еще рано. Идем дальше. Вот здесь вот зелено-красный должен быть. Зеленый совпадать. Один есть. Второй есть. Ну пока только два. Значит, ниже поставим ненужные. Какие нам не нужны? Ну, к примеру, вот эти три синие-красные. Как раз ненужные. Так. Зелено-оранжевый, возможно, нужен. Можно также вот по желтым вот этим уголкам тоже определяться, какой элемент не нужен. Потому что желтые, они все должны остаться снизу. Так. Здесь оранжево-синий. Вот этот. Это полезный элемент. Красно-зеленый. Вот этот элемент. Вон откуда. Так. Сразу сказать сложно. Но на самом деле все просто. Это нужный элемент. Да. Но они должны идти подряд. Поэтому мы его уберем пока. Этот тоже нужный. Этот зелено-оранжевый. Дальше оранжево-синий. Так. Что-то все какие-то неудобные. Это у нас тут оранжевый. А. Ну вот этот в принципе можно. Он совпадает с этим цветом. Оранжево-синий. Здесь оставим. Вот этот зелено-красный. Полезный. Надо поменять. Тоже полезный. Бесполезный. Ну и какой-то желтый. Вот так вот. Ну можно конечно поступать и проще. Просто поставить здесь что попадет. Но я обычно стараюсь просчитывать. Пару раз так просчитал. И потом становится легче. Вот эти два у нас станут на место. И вот эта куча вышибет отсюда полезные элементы. Делаем тот же алгоритм. R2 U. L2 U. R2 U. L2 U. Так. Уже неплохо. Идем дальше. Здесь давайте посмотрим. Вот оранжево-зеленый. Здесь один есть. Слой пропускаем. Вот этот хороший. Если еще. Есть парочка. Но только парочка. Давайте пока запомним. Может еще что появилось. Здесь для сине-оранжевого. Если вышел. Вот элемент. Видите. Тут сразу три. Четыре. Пять. Пять элементов хороших. Это нам поможет. Так. Вот эти сине-красные полезные. Красно-зеленый. Вот этот бесполезный. Так как он вот с этим не совпадает. Еще такой есть. Сине-красный. Лучше нет. Ну вот мы видим, что вот эти все элементы хорошо бы сюда поставить. Но одного нет. Поэтому я вот эти два ставить не буду. Но учитывая, что нужный стоит уже на месте. А нет. Это не нужный. Ну значит. Продолжаем. Как делали. Это оранжевый. Зеленый. А у нас тут все уже хорошие стоят. Зелено-красный. Вот этот красно-зеленый значит ненужный. Полезный. Вот этот синий-оранжевый полезный нельзя. Вот этот. А оставшиеся все полезные. Поэтому давайте мы вот эти два зелено-оранжевых туда закинем. И позже извлечем. Нам просто запомнить, что зелено-оранжевый пока не собирать. И тот же алгоритм. R2-у-стрих. L2-у. R2-у-стрих. L2-у. Так. Зелено-оранжевый пока пропустим. Что у нас здесь есть? Красно-синий. Посмотрим, что добавилось. Два слоя пропускаем. Раз, два. Вот эти два. Больше ничего не добавилось. Что есть еще? Красно-зеленые. Здесь мы сколько? Тоже два слоя пропускаем. Раз, два. Один. Второй. Третий. Четвертый. И было точно пятый. И вот эти пять элементов отправляем вот сюда. Движение U будем делать пятью слоями. Хотя тут не хватает сколько? Шесть. А у меня три, пять. А, обсчитался. А еще тут есть. К сожалению, у нас не хватает одного элемента снизу. То есть я начал не с того считать. Это вот средний свой. Два пропускаем. И вот сюда должен был подойти зелено-красный. Но его тут нет. А где же он? А он вот здесь. Поэтому давайте сначала выбьем отсюда вот этот зелено-красный элемент. Для этого поставим сюда красно-синий. И он тут один был. Два. Их тут два. Их тут два. Так. Знаешь, какими-то другими. Вот здесь красно-зелеными будем дополнять. Так, это полезные. Такой не нужен. Так, ну здесь давайте просто вынесем их. Чтобы сильно не затягивать. И делаем все это шестью слоями. Шестью. Тот же алгоритм. R2-у-штрих. R2-у. R2-у-штрих. Там второй был не R2, а L2, естественно. Здесь вот L2. И движение U. То есть мы сюда добавили синий-красных. И выбили красно-зеленый. Давайте ее вновь соберем. Сейчас должно уже хватать, чтобы я ничего не попутал. Не то собираю. Я случайно, наверное, не тот элемент туда отправил, да? Видимо, да. Ну ладно. Ошибся. Давайте дальше. Зелено-оранжевый у меня вот здесь. Давайте синий-оранжевый до соберем. Их осталось немножко. Возможно, все уже вылезли. Раз, два, три. Да. Сейчас синий-оранжевый, зеленый-оранжевый до соберем. Будет полегче. Обычно бывает более все предсказуемо. Здесь что-то я ошибаюсь. Вот эти три. Вот сюда. R2, U-стрих. Тремя слоями. L2, U. R2, U-стрих. L2, U. Так, у нас готовы. Синий-оранжевый цвет. И зелено-оранжевый. Так. А, здесь их много. Где средний слой? Вот средний слой. Один. Мы пропускаем. Да. И вот с этого начинаем собирать. Два. Три. Четыре. Так. Одного-то и не хватает, да? Ну, к сожалению, да. Вот у нас четыре зелено-оранжевых. Одного не хватает. И парочка еще есть. Так. Вот этот точно не нужный. Есть еще такой. Все полезные. Вот этот точно не нужный. И какой-то желтый центр. Так. Сколько слоев? Три. Семь. Семью слоями будем делать. Три. Семь. R2. У-стрих. L2. U. R2. У-стрих. L2. U. Ну, как видим, уже все хорошо вращается. И собирать вполне можно. Так. Тем временем, стратегия, конечно, немножко порушилась. Ну, давайте посмотрим, что вышло. Чего нам для счастья не хватает? Зелено-оранжевых трех слоев. Мы его случайно не достали. Давайте проверим. Здесь два. Нет, нет, нет. Зелено-оранжевых пока нет. Дальше, чего не хватает. Сине-красных четырех. Три. Четыре. Вот сине-красные четыре слоя есть. Ставим их сюда. Здесь как раз зелено-оранжевый появится. R2. У-стрих. L2. U. R2. У-стрих. L2. U. Так. Собраны два. Идем дальше. Можно закончить зелено-оранжевые. Не эти. Так. И вот так вот. Три слоя вот этих. Вправляем сюда. R2. У-стрих. L2. U. R2. У-стрих. L2. U. Вот такой вот менеджмент элементов. И как раз вставляет интерес в сборке. Просчитываешь как бы сделать так, чтобы было гораздо полезней. Но если ошибаешься, как это сделал сейчас я, то получается немного дальше. Учитывая, что у нас три угла собраны, все необходимые элементы для этого угла будут внизу. Остается их только найти. Можно начать даже снизу. Так. Три. Четыре. Не помню сколько надо. Пять-шесть. Наверное, хватит. Шесть элементов. Вот с шестью слоями отправляем элементы сюда. Шесть слоев. R2. У-стрих. L2. U. R2. У-стрих. L2. У. Ну вот половина кубоида собрана. Даже чуть больше. Остается дальше собрать углы оставшейся половины, потом ребра и при необходимости псевдопаритеты. Как мы будем собирать углы? Ну, как обычно, моим способом, это Т1 за одно, либо максимум два применения, соберем все. Для этого, начиная с центра и вверх, ищем глаза и располагаем их слева. Если у нас все собрано, то это печальнее. Да, вот. Один слой с глазами поставили, а второй слой собран. Значит, придется делать Т1 два раза. И нужно сделать так, чтобы вышестоящие слои не собрались после первого применения. Если же там глаз нет, чтобы глаза появились. Берем вот этот третий слой. Здесь глаза есть, да, слой. Ну, остальные углы неправильно стоят. Значит, глаза ставим перед собой. Следующий слой. Вот этот четвертый, пятый сверху. Глаза есть. Ставим перед собой. То же самое. Третий слой сверху полностью углы стоят правильно. Ставим как угодно. Дальше еще выше глаза ставим перед собой. И опять глаза ставим перед собой. То есть, если глаза, ставим глазами к себе. Если копье, либо углы все стоят правильно, ставим как угодно. Ну, и делаем Т1 для всех слоев. После этого применения на нижнем слое, вот на этом углы соберутся. На остальных будут везде глаза. И мы процедуру повторим. Ну, теперь, естественно, кубовины делаем для восьми слоев. R2 U, R2 U, R2 U, R2 U, D'. В итоге мы видим, что у восьмого слоя углы собрались. На всех остальных ищем глаза. Вот, седьмое слое глазами влево. Тоже глаза. Глаза, глаза, глаза. Ну, вот все семь вышестоящих слоев мы обратили глазами влево. И делаем это первым еще раз. Ну, на этот раз задействуем семь слоев. R2 U, R2 U', R2 U', R2. Семь слоев сверху и семь слоев снизу. Р2 U', R2 U', R2 U', R2 U', R2 U', R2 U'. Ну и получаем, что все углы собраны. Их можно было не ставить на свои места, как я сейчас сделал, но чтобы было красиво и удобнее, наверное, анализировать. Ну, дальше смотрим, что у нас с ребрами. Анализируем каждый из восьми слоев. И на семнадцатислойном кубовиде это как раз, наверное, интереснее всего и делать. Так как ситуации возникают сразу все. Ни разу не помню, чтобы псевдопаритетов не было. Вот, восьмой слой снизу идем. Нужно переставить местами два ребра. Это псевдопаритет. Вставляем пока. Слой седьмой. Нужно переставить местами четыре ребра. Причем, это, ну, короче, плохая ситуация. Тоже псевдопаритетная. Дальше, шестой слой. Мы здесь видим, по всей видимости, Z-perm. Дальше, здесь опять псевдопаритет. Вот этот слой, обычный U-perm. Нужно переставить три элемента. Это нормально. А здесь нужно переставить два элемента напротив, на третьем слое. Получается тоже псевдопаритет. Ну и здесь, здесь псевдопаритет. И на верхнем слое U-perm. В итоге все плохо. Эта вот сборка, наверное, самая неудобная из всего, что могло быть. Все не так, как надо. Что мы делаем? Если у нас какое-то ребро стоит на своем месте, как вот это вот, то мы его располагаем слева. На этом слое у нас будет псевдопаритет. Поэтому как-то ребра переставятся, неважно. Можем даже, кстати, вот этот слой не задействовать. Сейчас следующий алгоритм, пусть остается как есть. Далее, слой седьмой. Нужно переставить четыре. Неважно, как он будет стоять. Если Z-perm, то пусть как-нибудь стоит. Тоже неважно. Здесь тоже все неважно. А, вот собранное ребро. Ставим слева. Здесь собранное. Вот когда два напротив, лучше сделать так, чтобы были два смежных. Там движение меньше. Собранное слева. Здесь, пусть как угодно стоит. Ну и собранное слева. Делаем для семи слоев алгоритм Uperm. Он нам переставит элементы против часовой стрелки. Этот сюда, этот сюда, этот сюда. Ну, для семи слоев. Восьмой мы оставляем. Выглядит он вот так. F2, N2. Дальше работаем снизу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. D. R2, D' M2, D. R2, D'. Ну и отменяем F2. В итоге что? На седьмом слой ничего хорошего не случилось. Не очень хорошо его поставил. Так. Здесь у нас из-за перма на обратный Uperm перешло. Здесь позиция удачная. Ну, этот слой собрался. Пока не важно. Здесь паритет. Здесь паритет. Верхний слой собрался. Ну, он сейчас перемешается. Так. Ну, мы сейчас сделаем что? Мы соберем слой вот этот шестой. И улучшим седьмой. Улучшим мы его как? Ну, одно ребро поставим точно на место. Зеленая отсюда уйдет сюда. Оранжевая сюда. И синяя вот сюда. Да, и получится что-то. Делаем обратный Uperm для 7 слоев. Не Uperm, а Uperm. Меняется только один ход. Мы делаем F2. И минуя M2, сразу D. 5, 7, D. R2. D' M2. D. R2. D'. И вот этот M2, он в конец перенесся. И M2 отменяем. Так. В итоге, что у нас? Ну, получилось паритет на седьмом. Это хорошо. Этого мы ожидали. Дальше собрался шестой. Теперь мы смотрим все, что сверху. На пятом у нас паритет. Ну, сейчас соберем четвертый. Немножко улучшим пятый. Для пяти слоев будем делать. Улучшим третий. Так. Второй паритетный тоже улучшим. Ну и вверх. Как-то переставится. Что делаем? Для пяти слоев. Для вот этих пяти. Делаем опять обратный Uperm. Ну, главное, мы пятый слой соберем. А для вертия придется еще раз делать. F2. M2. Так. M2 отменяем. Все отмотал. Заново. F2. Сразу D. R2. D' M2. D. R2. D' M2. D2. Так. Неплохо. А, я ошибся. Пятый слой был паритетным. Четвертый слой был нормальным. Ну ладно. То, что я сделал, было зря. Ну, сейчас мы соберем четвертый и первый слои. D, сделав тот же самый алгоритм для четырех слоев. F2. D. R2. D' M2. D. R2. D'. R2. R2. Так, это было M2. И отменяем F2. Так, в итоге, у нас должны были остаться одни паритетные слои. Седьмой. Шестой. Нет, это восьмой. Седьмой. Шестой собран. Пятый. Четвертый собран. Третий. Второй. Я, наверное, решу их все по отдельности. Можно, конечно, группировать, но они все очень неудобно стоят. Давайте снизу начнем. Если два смежных нужно, делаем U-штрих всеми слоями, которые у нас выше нужного. Ну, включай нужный. Дальше делаем обычный U-perm, минуя F2. То есть, делаем M2. Мы делаем только для одного слоя. Именно для паритетного. У нас вот этот, да, восьмой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восьмой. Вот этот. Только одним слоем. Вот. Доворот. Собрали один. Давайте тем же способом соберем сейчас пятый. Обычно я так не делаю. Просто то же самое. Пять слоев. И пятым слоем. Здесь уже практически кубовит не заедает. Вращается хорошо. Опасности нет. Так. И что у нас еще? Ну и третий давайте уж до кучи. Три сдвигаем. Ну и осталось у нас два паритетных слоя. Их, по идее, можно даже решить одновременно. Просто поверну. Не в одинаковых ситуациях. И это у нас седьмой и второй. Давайте для интереса решим их одновременно. Для этого мы будем использовать опять тот же Uperm. Он будет переставлять элемент отсюда, сюда, отсюда, сюда и оттуда, сюда. И нам нужно сделать так, чтобы вот этот оранжевый ушел на оранжевую грань. Отсюда оранжевый элемент встал на оранжевое место. Ну и красный встанет вот сюда. Что здесь, что здесь. Ну и чтобы этот оранжевый элемент здесь появился, мы их возьмем с нижней стороны. Вот отсюда. Сколько у нас слоев? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь слоев. Здесь сколько? Шесть. Семь слоев вот так вот выдвигаем и поднимаем их наверх. После чего делаем полноценный Uperm для второго и седьмого. Еще раз проверяем слоя. Два, шесть, семь. Для второго и седьмого. Полный Uperm. То есть M2. После F2, естественно. И вот эти два слоя выдвигаем. Раз, два. Дальше. R2. Назад. Назад. М2. Сюда. Сюда. R2. Назад. Назад. Так. Отменяем. F2. Отменяем. R2. Тут самое страшное, если разлетится. Ну и вот. Кубоид. Собран. В заключении я, наверное, повторюсь, что этот кубоид для тех, кто собрал уже все возможные кубоиды. Он достаточно терпелив. Он прошел через 3х3х13, 3х3х15. Где нужно очень аккуратно все делать. Кто не раз собрал уже такие кубоиды механические. И все-таки уверен, что ему нужна такая головоломка. Туда можно купить. Ну, либо для тех, у кого много свободных денег и хочешь какую-то забавную вещичку. В принципе, этот кубоид можно собрать, умея какой-нибудь 3х3х5. Да, если 3х3х5 умеете собирать, то можно собрать и все остальные нечетные кубоиды. У кого нечетное количество слоев. Версия первой. Ну, на версию вторую можно там немножко подумать. Но версию первую собрать уж точно можно. Так что будьте осторожны при покупке. Это вам не кубик 17х17, который я купил, но крутится он и крутится. Просто помедленнее. Здесь все может рассыпаться. И самый опасный этап, это именно вот такое вот изменение формы у вас происходит. Тут нужно быть предельно осторожным. Дальше, когда уже форму вернули, вращается удовлетворительно. То есть можно собирать. Я его собрал несколько раз. Вращается уже прилично. Ну, с исключением именно этапа изменения формы. Наклейки ровно наклеены. Все хорошо. Ни одна не оторвалась. Так. Изредка какие-то маленькие детальки выскакивают. Ну, мы к этому уже привыкли. Версию 2 покупать не планирую. Смысл особого нет и вам не советую. Все вот эти тонкости можно познать на кубоиде. 3х3х7 от VTDN. Если бы он был сейчас выпускался, а он достаточно старый, то он был бы 3х3х9 версия 2. Так. Есть вот такой слой. И еще по два по краям. Вот такой вот 3х3х7. Если искать его не стал, то он существует. То есть версию 2 можно познать на нем, стоили на раз дешевле. А это в районе 4х тысяч, да еще не во всех магазинах. Ну, в Китае, конечно же, дешевле. Наверное. Но это вот чисто коллекционная головоломка для уже опытных коллекционеров. Каждый десяток анбоксингов ждите про кубоиды. Будут в основном какие-то уже не новые модели. Да, следующий, наверное, будет про 3х3х5, 3х3х7. Скорее всего, так. А на этом у меня все. Всем спасибо. Всем пока.